Открытая студия Ну, это уже закон природы, закон общества, в принципе, закон любого рейтинга, что вверху те, кого можно назвать людьми неравнодушными, может быть, даже фенатично преданными своему делу. Это не пафос, это реальность. Я уверен, что вы именно такой человек. Но для начала визитную карточку вашу. Как давно вы в библиотечном деле? — Библиотечный дел для меня вообще самой явилось довольно неожиданным в моей жизни, потому что по своему первому образованию я музыкант, я закончила знаменитую Гнесинку, историко-теоретический композиторский факультет. То есть изначально такая творческая поисковая струя, она была заложена во мне, моими великими педагогами, и осталась со мной, ну, пока осталась, надеюсь, что она останется со мной до конца моей всей творческой жизни. Но я не пошла в композиторское творчество. Я вернулась в свой родной долгопрудный и начала работать в школе искусств. Сначала в должности практиканта, затем я стала педагогом, преподавая на первый взгляд. И очень многим нелюбимый предмет такой, как сольфежья, музыкальная литература. Нет, не пойду в школу, а в сольфежья. Мне было очень обидно, когда многие ученики в своё время, идя на хор или фортепиано, тут ещё им навязывали это сольфежью, которое было крайне неинтересно. И уже тогда во мне зародилась такая поисковая идея, как сделать мой предмет интересным. Мне кажется, любой педагог должен в этом направлении идти. Да, для меня с гордостью могу сказать, что ни один мой ученик не бросил из моего предмета музыкальную школу, которая впоследствии потом стала называться «Школа искусств». В том числе 16 моих учеников продолжили учиться в высших, средних музыкальных учебных заведениях, продолжая именно мою теоретическую композиторскую линию. Мне было очень приятно. Затем, по истечению 20 почти лет, меня пригласили работать в управлении культуры, где я занимала должность заместителя начальника управления культуры. Поэтому в моём видении было очень много направлений, в том числе и библиотечное дело. Работая уже в должности чиновника, я понимала, что мне не хватает ещё образования. И поэтому я пошла учиться и на юриспруденцию. И затем я закончила в Аранхизе муниципально-государственное управление. То есть вот этих вот строек управленческих мне не хватало. Я понимала, что нужно чем-то компенсировать. Вообще для меня свойственно постоянно учёба, изучение чего-то нового, подглядывание в другие муниципалитеты, а что есть у них такого, что у нас нет пока в нашем долгопродном, и что можно к нам применить. И по истечению семи лет работы в управлении культурой, ну, наверное, у каждого человека происходит такой некий стоп, когда понимаешь, что нужно что-то менять. Потому что всё-таки управленческая работа, она предполагает больше административно, бумажно. Ну, некий консервативный присутствует всё-таки. И нужен был выход моей творческой энергии куда-то. Но такой небольшой период был интересный в моей жизни, когда я думала и определялась. Я прошла конкурс кадровый резерв правительства Московской области, в частности, на одну из управленческих должностей Министерства культуры. Мне было предложено несколько должностей на выбор. Но спасибо моему главе, который меня тормознул. Ты решил кадры оставить на земле, да? Да, потому что всё-таки на своей родной долгопрудной земле я, наверное, больше полезна, чем, ну, так сказать, распаляться на просторах силоса. Вопрос спорный, но спорить не будем. Да. Ну, было принято решение остаться долгопрудным. И на тот момент был запущен интереснейший проект нашего губернатора под названием «Перезагрузка библиотек». И мне было предложено в нашем городе взяться за это дело, за воплощение этого проекта на базе наших библиотек. Ну, могу сказать сразу, что я думала. Думала, потому что на тот момент библиотеки Долгопрудного представляли за собой некий такой среднестатистический библиотечный пласт. Ну, я думаю, что не только в Долгопрудном такая же картина была. Да. Потому что когда... Не могу сказать, что для меня было очень новое это направление, потому что так или иначе, работая в управлении, я курирую в это направлении. Но, понимая, что особого акцента на библиотеке нет, ну, может быть, мы не акцентировали внимание свое как управленцы в плане развития, внедрения новаторств. И, ну, работают и работают. И когда вот предложили мне возглавить это учреждение, для меня был некий такой стоп, потому что я понимала, что здесь предстоит работа немало, начиная от кадровой работы, заканчивая внедрением новыми форматами. Не только внедрением, но их нужно было сначала найти, чтобы понимать, что там можно сделать такого, ах, такого прям вот, чтобы народ пошел в моментальной библиотеке. Потому что на тот момент, ну, библиотеки представляли собой некий такой пункт книговыдачи и книгохранения. Как в старые, давние времена. Да. И сначала я в библиотечную систему пришла работать в январе 2017 года. И для меня был такой, сначала некий такой в течение месяца-два период мониторинга. Я смотрела, кто ходит в библиотеки. Я смотрела, кто работает в библиотеках. К сожалению, выяснилось, что больше 70% коллег-библиотекарей не готовы к переформатированию. Им было в основном удобно вот такое тихое, такое вот книжное болотце, которое мало кому было интересно. Были традиционные какие-то редкие мероприятия в виде собраний клубов. По интересам, литературным каким-то. Да, кому за. Но молодежи не было, детей тоже было не особо. И такой, знаете, пока у меня в голове произошел такой щелчок. Так, стоп, надо что-то с этим делать. Следующим моим шагом, на мой взгляд, тоже такой довольно серьезный, был собрать коллектив и донести, что нужно делать. Как мы теперь должны работать. Что у нас есть задача. У нас есть приоритетный проект губернатора. Мы должны не подвести город. Мы должны с этим что-то сделать так, чтобы это было достойно. Какой процент загорелся этой идеей? Вот из ваших коллег, мне просто интересно. Загорелись, к сожалению, немного. В основном загорелись, чтобы остаться на рабочих местах. Но моя задача, как руководителя, была не выгнать всех разом и набрать новых. Это было бы слишком просто для меня. Я попыталась этих людей немножечко перенаправить. И направила всех на курс повышения квалификации. Мы вместе с ними тоже учились. Мы стали ездить по другим городам, смотреть, что есть. Изучать не только московский регион, но и смотреть коллег. Начиная от Крыма, заканчивая Новосибирском, Челябинском и так далее. Кто понял, что он не готов перестраиваться, они как-то плавно ушли сами. И мы очень хорошо попрощались. И поэтому некая такая кадровая рокировка была. Но могу с гордостью сказать, что у меня есть ряд сотрудников, которым за 60 и даже за 70. И они у меня освоили интернет, ведут социальные сети, великолепно работают в компьютерах, делают проекты. Кто хотел остаться в нашей новой команде, тот остался. Но, безусловно, следующим моим шагом была некая такая ротация кадров и добавление специалистов в небиблиотечную сферу. Потому что все-таки в наше время в информационном стремительном развитии необходимо было что-то нам внедрять, добавлять именно небиблиотечных специальностей людей. Ну, опять же, для расширения ассортимента услуг. Это дизайнеры, журналисты, это фотографы, историки, филологи. Вот этих не хватало. И я объявила такой, ну, конкурсом громко сказать, ну, вот такой вот, приходите ко мне. Клички, наверное, народы. Да. И оказалось, что много людей готовы себя были попробовать в этом новом направлении. Потому что все-таки такая жилка амантюризма, она присутствует у многих, даже те, кто ее скрывает. То есть, а что получится, если мы вот в это дело войдем, в эту перезагрузку. И таким образом, значит, в течение двух-трех месяцев у меня шла такая вот, вот такая кадровая мониторинговая работа. Но параллельно с этим важно было понять, что же нужно нашим жителям, чтобы они пошли в библиотеки. Целевая аудитория тоже мониторилась, я так понимаю? Да, безусловно. Мы провели большое количество мониторингов в соцсетях, в интернетах. Мы выходили, в прямом смысле слова, на улицу, в народ. Вот мы делали различные опросы, чтобы понять, что люди хотят видеть библиотеку. Потому что мы работаем, в первую очередь, для людей, а не для себя. И сложилась такая неинтересная картина. Мы разбили на три возрастных категории, то есть дети, молодежь и люди уважаемого возраста, как я называю, кому за. И мы уже стали внедрять те или иные форматы и проекты. А вот об этой работе мы буквально через секунду продолжим наш разговор. Я напомню только нашим радиослушателям, что в открытой студии «Радио-1» сегодня у нас в гостях Ирина Нечаева, директор муниципального бюджетного учреждения «Долгопрудницкая централизованная библиотечная система». Ирина Владимировна, цели были определены. Насколько было непросто найти какие-то, действительно, может быть, новаторские, может быть, свежие ходы для привлечения каждой из этих трех категорий, которые вы определили? Ну, безусловно, метод проб и ошибок, он есть в любой сфере, в том числе и в нашей информационно-библиотечной, потому что я наши библиотеки называю не иначе, как информационно-библиотечные центры. Скоро мы так и будем официально называться, сейчас у нас устав в процессе утверждения. И, безусловно, были ошибки, были ноу-хау, которые с радостью у нас восприняли жители. Работа была непростая, потому что не всё то, что мы находили, было приемлемо к нашему городу. Не всё, что хотелось нам, воспринималось хорошо нашими читателями. Не люблю слово, как официально называются у нас, потребители услуг, нет, я называю наши друзья и наши читатели. Ну, потом у нас, мы для себя условно разделили три вектора работы с каждой категорией населения. Это библиотечное информационное обслуживание, те самые старые добрые библиотеки, потому что никто эту работу не отменял. Дальше у нас шли информационно-познавательные мероприятия проекта и развлекательные. Ну, например, если взять категорию детей, что мы детям сейчас предлагаем? Во-первых, мы очень расширили наш информационно-познавательный блок. То есть у нас открылись курсы школы программирования, у нас есть школы скорочтения, у нас есть курсы иностранных языков, актёрское мастерство, у нас есть литературная лаборатория, о которой я чуть позже хочу рассказать. У нас есть серия квестов, которые мы предлагаем нашим посетителям. То есть читатель может даже отметить свой интеллектуальный день рождения, и в этом помогают ему кто? Мы, библиотекари. Дальше у нас есть своя фотостудия. Сейчас мы на стадии становления и открываем свой YouTube-канал, и в планах тоже создание своей детской радиостудии городской. Мы очень тесно стали общаться с нашим телевидением долгопрудненским, которое помогало нам в маркетинге, в распространении информации о нас. И у нас тоже есть серии наших передач, в которых мы рассказываем о книгах, о литературных новинках и о наших услугах. Что касается среднего возраста, сейчас мы отошли от слова клубов, у нас арт-студии, у нас сообщество, у нас есть клуб молодых мам, у нас есть психологические курсы, клуб здоровья. Причем не в такой классическом варианте, но куда мы приглашаем различных врачей, любителей и профессионалов того или иного направления. Клуб такой здоровой информации, да, я так понимаю? Да, начиная с скандинавской ходьбы, заканчивая ради врачей-кардиологов и терапевтов. Вот очень актуально сейчас в период пандемии. Мы сделали большой пласт онлайн-мероприятий. Ну и, конечно, наши уважаемые читатели уважаемого возраста, мы их безумно любим, мы их ценим, мы работаем с ними в очень тесном контакте. Потому что как раз идея для этой категории в силу моего возраста, нашего среднего возраста работников, мы немножечко, так сказать, не владеем информацией и без конца у них получаем информацию, что вы хотите видеть в библиотеке. То есть здесь очень важна обратная связь, да? Очень важна, потому что все-таки, опять же, нам очень помогла программа под названием активное долголетие, которая внедряется во все сферы. Ну и кто, как долгопродание библиотеки, взяли эту функцию на себя. Поэтому у нас активное долголетие, очень активно. И различные тренинги, и хор народной песни собирается. Что мы там только не делаем. Различный киноклуб у нас есть. Они активные участники. Есть у нас проект «Стихи и кино», который мы реализуем совместно с Союзом деятелей музыки, кино и телевидения Российской Федерации. И с течением, заряжая эту работу по всем направлениям, к нам потянулось огромное количество людей, организаций, общественных организаций, предприятий, просто талантливых и инициативных граждан. И на сегодняшний день у нас 47 соглашений о совместной деятельности. Начиная с российскими, уже вышеупомянутый Союз деятелей музыки, кино и телевидения, заканчивая нашими городскими. Мы сами на базе библиотечной системы Долгопрудного создали Долгопрудинское отделение Российское военно-историческое общество. И я являюсь параллельно с этим председателем. То есть еще такая военно-историческая ниша появилась в нашей работе. Также мы являемся координаторами общероссийского движения «Бессмертный полк». Это тоже мы, библиотеки Долгопрудного. Также в нашей библиотеке совершенно неожиданно для нас сформировалось наше волонтерское движение под названием «Книжный десант», которое в 2018 году стало одним из лучших проектов библиотек Московской области. Мы сами не ожидали, что у нас найдутся помощники. Потому что такую разнопланную работу тяжело осилить одному, двум, трем человекам. И поэтому у нас появились наши помощники, которые просто приходят к нам на мероприятия, которые помогают нам в распространении информации, введении соцсетей. И мы их решили официально оформить. Не просто люди, которые иногда заходят в библиотеку и спрашивают, чем вам нужно помочь. Это наше официальное волонтерское движение «Книжный десант». И в эпоху пандемии наши десантники очень помогали как раз читателям уважаемого возраста. Мы одни из немногих библиотек, которые решились по разным причинам. Кто-то, наверное, боялся заразиться этой неприятной болезнью, кто-то по другим причинам. Мы одни из немногих, кто решились на обслуживание на дому в период пандемии. И больше 700 человек мы обслужили, тем самым мы разнесли больше 3,5 тысячи книг. Мы придерживали всех необходимых санитарных норм. В одноразовые пакеты упаковывали книги. Затем пятидневный карантин у нас обязательно был организован. То есть библиотеки не останавливались в своей работе ни на минуту. Несмотря на то, что мы официально закрыли самые последние, после домов, культуры, музеев и так далее. И открылись мы самые первые, приняв большой, как я считаю, психологический удар от населения на себя. Потому что люди, приходя в библиотеку, им нужно было хоть куда-то выйти. И выговориться. И выговориться, что мы выслушали. Когда мы на людей пытались, просили их одеть маски, обрабатывали руки, это было всё довольно непросто. Но мы справились. И достойно выдержали этот период, не потеряв ни одного читателя. Книга выдачи у нас в этот период даже возросла. В период пандемии мы запустили большой онлайн-проект. У нас был библиоквартирник. У нас были библиокурсы, опять же, актёрского мастерства, техники речи. В общем, по отдельному онлайн-расписанию мы продолжали работать. Вот это всё контент. Я вот слушаю, это интересные проекты, их много. А что пришлось менять непосредственно на местах? Ведь я уверен, что для того, чтобы всё это реализовывать и делать это полномерно, с периодичностью определённой, нужно, наверное, как-то перестраивать, может быть, даже саму библиотеку. Да, безусловно. Некоторые вложения понадобились. Но для меня было бы очень просто, наверное, с точки зрения руководителя, прийти и начать просить деньги, дать ей деньги на переоснащение, на ремонт. В то же время это очень, на мой взгляд, упаднический ход, потому что прийти просить, ну, наверное, можно, но вопрос, зададут ли тебе. Потому что нужно было сначала нашим учредителям доказать, а для чего тебе нужно это всё. Для чего тебе нужен ремонт, для чего тебе нужны книги. Когда в библиотеки никто не ходит, зачем? Это вам нужно. И поэтому мы в своей работе пошли от обратного. Мы сначала организовали на начальном уровне нашу всю вот эту проектную деятельность, вот это всё мы по отдельному системному расписанию работаем, кружки, секции, всё это у нас осталось. А потом уже я пришла к учредителю и предложила дорожную карту, что вот у нас столько-то людей, у нас такая прибавка в читателях книговые выдачи, мы хотим то-то, то-то, но нам нужно немножко помочь. Потому что на тот момент, на момент 2017 года, библиотеки все в Долгопродном расположены в жилых домах, их у нас четыре. И, к сожалению, капитальный хороший ремонт не делался за 40 с лишним лет существования библиотек ни разу. И, опять же, возвращаясь к приоритетному проекту губернатора перезагрузка библиотек, мы решили пойти таким путём. Мы выбрали одну библиотеку, которую мы сделаем пилотной, показательной, и на ней всё будем пробовать. И это стала центральная библиотека. У нас было выделено средство, был сделан грандиозный ремонт. Мы сами придумывали дизайн-проект, мы пошли интересным путём. Очень было тяжело людям, с чем я столкнулась, тяжело людям объяснять, что ту или иную книгу вы можете найти в отраслевом зале, зал художественной литературы. Это было как-то для многих читателей непонятно, особенно для тех, кто пришёл к нам первый раз. И мы решили сделать цветовую навигацию. У нас каждый зал в своём цвете. Очень сейчас элементарно нашим читателям объяснять, что Кушкина вы можете найти в зелёном зале, а в нашем голубом зале находится отраслевая литература. Читальный зал у нас в приятно-жёлтых тонах. Наш актовый зал, который фактически многофункциональный зал, он и актовый зал. И мы установили подвесное оборудование, которое даёт возможность организовывать выставки, картин, фотографии, что угодно. Это тоже наш актовый зал. Он такой многофункциональный. И там и мероприятия, и мастер-классы, и оборудование у нас техническое, и звуковое оборудование, микрофоны, подвесной экран, колонки. То есть это у нас тоже помогает нам различные телемосты организовывать и между муниципалитетами, и регионами. Это всё тоже наши библиотеки. Ирина Владимировна, ну вот Вы сказали, что нужно было доказать необходимость каких-то вливаний и инвестиций. Наверняка следите за аналитикой. Вот за время работы программы и эти усилия в цифренном эквиваленте, как они выразились, в каком количестве возросла посещаемость у библиотек? У нас, значит, цифры мы мониторим ежеквартально, поэтому здесь очень такой у нас чуткий мониторинг идёт. И, значит, за, ну, фактически так вот чисто времени, два с половиной года реализации проекта, у нас количество читателей выросло на 20%, количество посещений на 35%. И в настоящее время при численности нашего города 116 тысяч населения 24 тысячи человек являются нашими читателями. То есть фактически каждый четвёртый, каждый пятый человек – это наш читатель, это наш пользователь, это наш друг. У нас не очень много времени осталось. Вы хотели рассказать отдельно о литературной лаборатории. Да, литературная лаборатория – это наш, не могу сказать, что ноу-хау, потому что в других городах это тоже есть. Но, возможно, мы немножко отличаемся подходом. Как у нас созрела идея создания этого необычного такого сообщества? Больше 25 лет на базе Центральной библиотеки существует литературное объединение Клязьма, где маститы, литераторы сидят, собираются, читают, устраивают слушания. В общем, такая у них литературный такой котелок. С моим приходом я обратила внимание, что, наверное, нужно вот этих вот маститых немножечко добавить и современных молодых людей, потому что в споре рождается истина. Всё время должна быть какая-то вот у них такая творческая, позитивная жилка. Да, но потом всё течёт, всё изменяется в жизни. Да, и на одном из неоткрытых дверей мы сделали большую литературную программу и заметили, что на взрослую программу у нас осталось несколько детей. Для меня было очень довольно странным это, потому что время было уже 10 часов вечера, у нас была до 11 часов расписана афиша, но эти дети остались, сидели внимательно, слушали. И самое интересное, мамы не могли их утащить никак с мероприятия, потому что время спать, это было воскресенье, школу тоже никто не отменял на тот момент. И вот тут произошёл тот самый щелчок, что стоп, надо что-то делать и в этом направлении. И мы сделали детскую студию сначала, куда мы стали приглашать вот тех детей, школьников, которые любят литературу, которые что-то пытаются сочинять, но прячут от мамы, потому что стесняются показать. Также мы запустили литераторов в школы, чтобы они рассказали о том, что творчество было, есть и будет, что помимо современных цифровых технологий, книгу, слово, чтение никто не отменял. Не пишите в стол, да, приносите к нам. И мы стали таких детей изучать, мы стали с ними работать. И у нас уже пошли первые звёздочки. Потому что мы стали их публиковать в наших газетах, мы активно используем их творения в соцсетях. И сами дети стали, так сказать, набирать силы, набирать воздух в свои творческие, лёгкие, и идеи из них прям, ну, пошли фонтаном. И у нас уже есть несколько человек, которыми фактически гордимся. Во-первых, это у нас есть замечательный мальчишка Александро Каландрини. Он итальянец по происхождению, он у нас долгопруденский школьник. И сейчас он ведёт в своей школе на школьном телевидении рубрику, связанную с библиотекой. Он сочиняет, он делает различные проекты. И мы уже вышли на посольство Италии, и нашего Сашу уже приглашают. Саши, как мы называем его между собой, приглашают уже на мероприятие туда. Дальше у нас есть замечательный мальчик Глеб Моисеев. Он был нашим гостем, кстати. Да, очень такая наша нестандартная звёздочка, которую мы любим, обожаем. Потому что Глеб с нами уже третий год. Ну, там не только Глеб, там вся семья творческая. И поэтому этот творческий потенциал мамы, семьи, сестры, но и самого Глеба мы как-то всё это смогли сфокусировать. И мы рискнули в позапрошлом году собрать его творчество, всё, что было, как я говорю, в стол. Мы решили всё это дело сфокусировать, попробовать сделать небольшую склейку и подать на конкурс на присвоение премии губернатора как молодому и талантливому автору. Неожиданно для нас Глеб победил. И в начале 2019 года мы провели презентацию его книги, которая была издана на средства, полученные от этой премии. «Добрые сказки для мальчишек и девчонок». Теперь эта книжка во всех библиотеках, не только Долгопрудной Московской области. Она пошла большим тиражом у нас. И Глеба стали приглашать и к вам. И также он в 2020 году поучаствовал в конкурсе творческий проект «Поколение М». И теперь его произведения войдут в одно из изданий крупнейшего нашего издательского дома АСТ. У нас минутка осталась, поэтому мой последний вопрос. К сожалению, время летит не остановить её. Ирина Владимировна, перспектива в движении того, что было начато несколько лет назад, она есть для вас лично? Безусловно. Вы знаете, чем больше погружаешься, тем больше в этот процесс, тем больше идёт идей. Сейчас у нас потрясающая идея с нашими областными собаководами. Мы готовим исторический фестиваль «Фронтовая собака», который пройдёт 20 февраля. И когда меня спрашивают, а к собаководам-то вам как затянуло? Я говорю, да вы что, ребята, это вообще потрясающий класс. Выяснилось, что на территории нашего города функционирует спортивно-кинологический клуб «Десятый легион». Они специализируются на различных реконструкторских проектах. Но им не хватало такой информационно-организационной подпитки. И эту функцию мы взяли на себя. То есть от кинологов собаки, от нас текст, введение мероприятий, аппаратура и так далее. И всё это у нас уже выросло в хороший большой проект. И полугодом раньше мы уже с этим выходили на Поклонную гору. Нам даже в музее было выделено презентационное место, и мы там уже презентовали наш проект. Дальше у нас большая программа развития наших мероприятий с нашей ассоциацией многодетных семей. Там потрясающе активный председатель Жанна Мордина, которая вокруг нас ещё и закрутила многодетные семьи. Все мы знаем, что многодетные семьи это очень большой и количественный, и качественный, так сказать, электорат для, в том числе, библиотек. Опять же, потребляющие информационную составляющую. И также мы ещё ноу-хау, который точно нет ни в одной библиотеке в Московской области. Мы открыли Музей истории отечественного кинематографа. У нас есть отдельный зал, где выставлены предметы, связанные с кинематографом. Камеры, диапроекторы, кассеты, начиная от первых, которые пользовались, вот бобины, которые были в то время заканчиваны современными флешками. То есть мы такую историю, линию, такую развитию кинематографа выстроили. И вокруг этого музея мы уже создали аудиоэкскурсии, закуаркодировали все экспонаты. И очень интересно было наблюдать, когда мы успели запустить наш музей, пригласив учащихся лицей имени Капицы, который расположен тоже на территории нашего города. И было забавно смотреть, как дети просматривают диафильмы, читая текст под кадрами, и все это они снимали на свои современные смартфоны. Было забавно. То есть такой вперед-назад в будущее или вперед в прошлое. Не знаю, как это назвать, но мы еще что-нибудь придумаем. То есть у нас вокруг этого музея и детские, и взрослые программы. И к нам даже стали приезжать наши ретро-кинозвезды благодаря союзу деятелей. Ну, я так подозреваю, что у нас с вами материалы еще на одну встречу как минимум накопилось. И это прекрасно. Ну, а пока я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в открытой студии «Радио-1» мы беседовали с директором муниципального бюджетного учреждения Долгопрутинская централизованная библиотечная система. Ирина Нечаева была у нас в гостях. Победитель ежегодного рейтинга Министерства культуры Московской области в этом году. Напомню, что ни много, ни мало, а 150 библиотечных систем области принимало участие в этом рейтинге.